День открытых дверей для будущих первоклассников А сейчас об этих и других событиях подробнее В Десногорске в минувшую субботу в двух школах города 2 и 4 встречали будущих первоклассников Подробности в нашем первом сюжете Проведение Дня открытых дверей в школах нашего города – это традиция Каждая школа старается показать будущим первочкам и их родителям все самое лучшее, что у нее есть Пока ребята путешествуют по школе и знакомятся со всеми заветными ее уголками и со своими будущими классами Родители узнают о нововведениях в образовании и выбирают для своего ребенка программу и будущего педагога Выбрали мы четвертую школу, потому что здесь учились Мишины папа и Мишин мама И Миша захотел здесь учиться, но еще к тому же наша школа расположена близко к нашему дому Здесь у меня учится старший ребенок, нас устраивает, здесь все нравится нам, старший ребенок ходит с удовольствием В том году у меня обошли двоняшки, а в этом году у меня третий ребенок идет в первый класс Как выяснилось, день открытых дверей оставил у всех участников много положительных эмоций и впечатлений И вот что больше всего понравилось ребятам Мне очень нравится в школе, там очень интересно и весело Очень понравился спортивный зал и в школе очень, и в спортивном зале очень хорошо веселиться Что ты увидел в библиотеке? Увидел я там книги, журналы, писатели журналов этих Я выбрал себе книгу в подарок Она у меня остается на память, мне ее подарили Все будущие первоклассники пообещали, что обязательно вернутся в школу уже совсем скоро, 1 сентября Уже в следующем месяце смоляне получат коммунальные квитанции, в которых плата за расходы на общедомовые нужды будет отражена в графе жилищной услуги Правда, на итоговых суммах добросовестных и экономных потребителей это сказаться не должно ОДН по-прежнему ограничены нормативом, а их излишки гасят управляющие компании В инженерной олимпиаде, которая проводится ежегодно институтом НИАУМИФИ, участвуют ученики 9-11 классов всех школ Десногорска Задания посвящены современной инженерной физике и не выходят за рамки школьной программы О том, как прошел отборочный тур в городе в этом году, в нашем следующем сюжете В олимпиаде приняли участие 45 человек из Десногорска и Рославля Испытания проходят в два этапа 22 января в 4-й школе прошел отборочный тур Оценивать работы будут специалисты-атомщики Результаты олимпиады будут учитываться при формировании целевого набора вузы, которые ведут подготовку студентов в интересах госкорпорации Росатом Заключительный этап состоится 12 февраля в 4-й школе О результатах отборочного тура мы вам сообщим дополнительно через неделю 20 января в информационном центре по атомной энергии Смоленска состоялось награждение победителей ежегодного регионального дистанционного конкурса для школьников «Юный математик» Конкурс пользуется большой популярностью среди учащихся 5-6 классов региона В этом году оценить свои силы в контрольной проверке знаний рискнули 370 обучающихся Смоленской области Среди них и школьники из нашего города Призерами конкурса стали следующие юные десногорцы Среди учащихся 5-х классов Денис Мороз, ученик 4-й школы Максим Агеев и Валерия Шупта, учащиеся 3-й школы Среди шестиклассников победу одержали Григорий Гонаков и Вероника Костыгина, ученики 3-й школы И ученицы 4-й школы Алена Макаганчук и Александра Томина На Смоленской атомной станции прошла очередная конференция профсоюзной организации За какие кандидатуры голосовали делегаты, вы узнаете прямо сейчас На конференцию собрались делегаты от всех цехов, отделов и подразделений атомной станции Также на собрании присутствовали председатель отраслевого профсоюза Игорь Фомичев И директор Смоленской станции Павел Лубенский Делегаты заслушали доклад председателя правкома Смоленской АЭС Юрия Кузнецова Отчет директора о работе станции в прошлом году Доклады председателей рабочих комиссий Они открытым голосованием одобрили работу профсоюзной организации в целом Признали ее деятельность удовлетворительной Председателем профсоюза повторно избрали Юрия Кузнецова Освобожденным заместителем теперь будет Игорь Хомяков Он с 1 февраля приступит к исполнению обязанностей Председатель отраслевого профсоюза вручил всем членам знаки отличия за активную работу Смолянам напомнят, как правильно возить детей в автомобиле В области с 23 по 30 января пройдет профилактическое мероприятие «Ремень безопасности» Как сообщает Управление ГИБДД по Смоленской области Главная цель данного профилактического мероприятия – снижение количества жертв среди водителей и пассажиров В том числе детей пассажиров Из-за неиспользования или неправильного использования ремней безопасности для фиксации детских удерживающих устройств За нарушение водителям грозит административный штраф в размере 3000 рублей Криминальные новости В Десногорске полицейские изъяли у местного жителя марихуану Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали его в наркотическом опьянении прямо на улице При досмотре в кармане куртки задержанного были обнаружены три бумажных свертка с веществом растительного происхождения Эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое является наркотическим средством марихуана Общей массой более 18 грамм За незаконное хранение и сбыт подозреваемым теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет В Десногорске женщине в драке откусили палец Эта информация появилась в соцсети 20 января вечером на супружескую пару напал неизвестный и стал избивать мужчину Женщина попыталась заступиться за мужа, за что лишилась верхней фаланги пальца руки Данный факт подтвердили и в Десногорском отделе полиции Туда поступило сообщение от медиков из больницы, а также от самой пострадавшей о нанесении телесных повреждений В настоящее время сотрудники проводят проверку по данному факту Об общей криминальной обстановке в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 129 сообщений о происшествиях Из них 4 сообщения о преступлении Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 127 административных правонарушений В том числе 108 нарушений правил дорожного движения За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 8 человек В 2016 году сотрудники Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования Выявили на территории региона 8 поддельных больничных 4 фальшивки всплыли в Десногорске, причем 3 из них в одной организации Остальные предъявлены жителями областного центра Возраст нарушителей от 25 до 58 лет По информации регионального отделения Фонда социального страхования Из всего количества мнимых больных 6 являлись представителями сильного пола Теперь свое расследование предстоит провести прокуратуре, куда были переданы материалы проверок И в завершении выпуска о спорте Студентка Смоленского училища завоевала серебро на первенстве Центрального федерального округа по легкой атлетике Которая проходила в нашем областном центре 19 января завершился второй день соревнования В беге на 200 метров в финальные соревнования пробились две студентки Смоленского училища Олимпийского резерва Анастасия Беднова и Софья Джабко В итоге Анастасия завоевала серебряную медаль с результатом 24,71 секунда И еще Смоленская область заняла 18 место в спортивном рейтинге региона В Центральном федеральном округе наш регион уступает только Московской и Орловской областям Авторитетное спортивное издание «Советский спорт» впервые опубликовало рейтинг В котором все субъекты федерации ранжированы не по социально-экономическим, политическим и каким-то еще показателям А именно по спортивным критериям Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Субтитры подогнал «Симон»